Всем большой привет! Наконец-то я снимаю видео, в котором я вам расскажу про свои роды. Те, кто смотрит мой канал, они знают прекрасно о том, что у меня был категоричный настрой на естественные роды, что я была настроена на то, что все произойдет само, что я против обезболивания, что я против стимуляции, что я против всего-всего-всего подобного. Благополучно ожидала день ПДР. Мне было поставлено две даты предположительной родов. Первая дата по каширскому сроку, это было 13 июля. Вторая дата по первому УЗИ, это 22 июля. И я больше рассчитывала именно на эту дату, потому что первое УЗИ было сделано в 5 недель. Я думаю, что там уже как бы не ошибешься. 16 июля у меня был плановый визит к гинекологу. И я пришла. И мне сказали, все, пора рожать. Дают мне направление в роддом, в патологию, на госпитализацию. И дают мне направление совершенно не в тот роддом, в который я хотела. И да, рожала я без контракта. Об этом я расскажу чуть позже. Дело в том, что я отношусь... Мой адрес относится к третьему роддому. Третий роддом это не самый лучший роддом, на мой взгляд. И я совсем не хотела туда попадать. И я попросила направление в четвертый роддом, который находится намного ближе ко мне. Но мне было вежливо отказано, и объяснив это тем, что теперь она не имеет права уписывать направление туда, куда мне надо. И я очень сильно расстроилась. В этот же день у меня начались какие-то схватки или что-то такое. И мы поехали в роддом вместе с мужем, вместе с мамой. Мы приехали в роддом в четвертый. В приемном отделении меня посмотрели, сказали, нет, вы не в родах, у вас раскрытие один палец. И, в общем-то, идите домой, ждите схваток. У нас вы сможете родиться только при условии, что будут у вас схватки настоящие, вы будете в родах, тогда мы вас примем. Но мне нужно было ложиться в патологию. И я понимала, что я не хочу ложиться в третий роддом. Потом мой муж пошел к главному врачу. Вместо главного врача была заведующая в четвертом роддоме. Он ей тактично объяснил, что мы очень хотим у вас. Все-таки я у вас родился. И моя жена, она очень-очень хочет именно у вас рожать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, в общем, одним словом, заведующая пошла на встречу. Исправила в моем направлении цифру 3 на цифру 4. Поставила свою подпись. И меня благополучно на следующий день упекли в роддом в патологию. Я хочу сказать, что мне очень понравилась патология четвертого роддома. Потому что мне это больше напоминало санаторий. То есть утром ты просыпаешься, идешь на какие-то процедуры. Там КТГ, УЗИ, кровь, моча и все такое. Потом ты идешь кушаешь, потом ты лежишь, потом ты опять идешь кушаешь и снова лежишь. И так проходит весь день в ожидании схваток. Каждый день кого-то забирают на Кесарева. Каждый день кого-то начинаются роды. И ты лежишь и ждешь своего часа. Мне дали отсрочку очень большую. Ждали практически неделю наступления естественных родов. Но у меня никаких сподвижек не было. Мне давали бускопан, мне давали папаверин, мне давали все что угодно. Но ничего не происходило. Шейка у меня раскрылась, может быть, еще на полпальца. Но это вообще ничто. Одним словом, 25 июля вечером, так и не дождавшись того, что я сама начну рожать, было принято решение о том, что меня будут стимулировать амниотомией. Но предварительно перед амниотомией мне поставили на ночь катетер фолей. Катетер фолей это мочевой катетер, но его также используют в акушерстве. Это что он собой представляет? Это резиновый такой шланг, такой где-то длины, который вводится непосредственно в шею куматки, а на кончике небольшой такой шарик, который раздувается физраствором. И тем самым механическим образом раскрывает шейку. В общем, там два пути. Либо катетер вылетает из шейки, говоря о том, что шейка готова, шейка короткая, раскрылась и все прекрасно в родах, либо катетер в течение 12 часов не вылетает. И его вытаскивают, и, соответственно, далее стимулируют роды. Я всю ночь промучилась со схватками. То есть это схватки такие, они не сильно интенсивные, но при этом они не дают уснуть, они не дают лечь, они не дают, в общем, отвратительно. Всю ночь с 8 или с 9 вечера я ходила по палате, я осталась одна в палате. Я ходила туда-сюда и постоянно разговаривала с мамой, с мужем, с мамой, с мужем, чтобы у меня было как-то поспокойнее, потому что я очень нервничала. Я понимала, что начинает с мной происходить все то, чего я боялась больше всего. Я боялась стимуляции. Далее наступает 6 утра, а мне сказали, что если до 6 утра ты не начнешь рожать сама, то в 6 утра ждем на клизму. Мне сделали клизму, потом с этим же катетером меня повели в родовое отделение. Меня туда привели. Я слышу миллион просто криков разных. Мне становится очень страшно, у меня заканчиваются все эти схватки. Я безумно испугалась, так как у меня роды не платные, соответственно, индивидуальный родбокс мне не полагается. Мне говорят, что, пожалуйста, проходите в первый, значит, бокс. Я туда прохожу, оказывается, там нет мест. Одна девушка лежит со схватками, другая девушка со схватками, третьей девушке вообще кровотечение началось. У меня там эмоции просто, мне все трясет, я боюсь, мне страшно. И потом меня оттуда выводят и говорят, ну, мест нет между собой. Мест нет, и поэтому там в хозрасчет. Я не знала, что такое хозрасчет, честно. Я думала, блин, что это за чулан такой, куда меня повели. Приводит меня в какой-то отдельный коридор, заводит большую комнату. Я понимаю, что это индивидуальный платный родбокс. Я спрашиваю, это что для меня? Они говорят, да. Там стоит унитаз, светит телевизор, кровать, КТГ. Эти вот шары надувные. Куча-куча-куча всего. И да, это для вас. Вам что-то не нравится? Я такая, нет-нет-нет, все хорошо, спасибо. Меня оставили, положили. Значит, ждать врача, приходит врач, я лежу, мне страшно. В общем, она проверяет шейку, шейка стала мягкой, она стала короткой, но при этом раскрытие всего лишь два пальца. Я лежу, и начинается процесс амниотомии. Амниотомия – это прокол пузыря. Вот. В общем, ну, неприятная процедура, да, когда тебя там лазают, все это делают, в общем, мне проткнули пузыри, я почувствовала, как потекла такая тепленькая-тепленькая водичка, сказали, что у меня хорошие воды, все прекрасно, и поставили КТГ, и сказали, что у меня есть 6 часов до того, как я должна сама за 6 часов начать рожать. Если же я не начинаю рожать за 6 часов, ставят окситоцин. Это вообще был просто страх, кошмар для меня. О, боже мой, что же мне делать? Примерно в 36 недель мы писали заявление в 4-й роддом, на партнерские роды. У них эта процедура бесплатная, но при этом очень, как сказать, учитывая, что в этом роддоме примерно 40-50 родов принимают за сутки, у них очень редко есть свободные места, вот индивидуальные боксы, да, бесплатно, поэтому очень была мала вероятность того, что мы будем с мужем вместе рожать. Ну, в общем, мне повезло, после моих многочисленных просьб, таки пустили мужа, пришел мой муж, мне стало спокойнее, мне стало намного лучше. Дальше благополучно проходит 6 часов. Схватки есть, но раскрытие, как оказалось, через 6 часов 3 пальца. Врач сказала ждать еще 2 часа. Врачи уже поменялись, 2 часа проходит, приходит снова врач и говорит, ситуация не поменялась, ставим окситоцин. Я лежу, у меня все уже трясет, мне страшно, мне не сильно больно, но мне страшно. Происходит далее следующее. Мне ставят окситоцин, кладут меня на спину, ставят КТГ, и я вот лежу, да, с катетером в руке, мне нельзя особо шевелиться, и начинает капать окситоцин. Я лежу, в принципе, схватки терпимые, а в какой-то момент они начинают нарастать. Они нарастают, нарастают, нарастают. В течение часа мне несколько раз увеличили дозу окситоцина, мне становилось все больнее и больнее. А окситоцин, как знаете, он усиливает сокращение маточное, и тем самым усиливает в несколько раз болевые ощущения и скорость раскрытия шейки матки. И я лежу на спине, понимаю, что мне становится очень больно, и я начинаю постановать, потому что дыхание, оно помогает. Но не в тот момент, когда вам вкалывают просто лошадиные дозы окситоцина. я лежу, изворачиваюсь как только могу, рассказываю мужу о том, что мне нужна эпидуралка, мне это лучше бы меня разрезали, там уже все-все-все, вот этот бред. Приходит врач, скалывает мне ножку, мне эта ножка как мертвого припарка, и я лежу дальше, мне уже очень больно и очень страшно. И как врач говорит о том, что раскрытие четыре пальца, то есть я уже в таких муках, а у меня четыре пальца раскрытия, я лежу, и у меня просто истерика, паника, я уже хочу умереть, все что угодно, но я больше не могла терпеть эту боль. И в конце концов заходит врач и говорит, что ну что, будем обезболивать, она видит меня и понимает, что мне действительно плохо. В общем, побежала к анестезиологам, через некоторое время прибегает ко мне анестезиолог, всегда шутки-прибаутки, пытается поднять мне настроение, но мне совершенно не до него, а кладут меня на бочок, знаете, да, как эпидуралку делают, нужно на энное количество времени либо сесть, либо лечь и не шевелиться, потому что укол непосредственно производится в позвонок, а если куда-то не туда воткнуть, чуть-чуть если и глаз соскочит, то в общем-то последствия очень страшные. В общем, три или четыре схватки мне пришлось лежать на боку, не шевелиться, продыхивать, дышать, ждать, пока мне сделают эпидуралку. Сделали эпидуралку, я почувствовала себя самым-самым счастливым человеком на земле. У меня стало тепло в спине, в ногах, в животе, мне было просто безумно хорошо, я начала улыбаться, мне было супер просто. Ну, вообще, пока анестезиолог мне вкачивал физраствор, пока анестезиолог ожидал, как буду я реагировать на схватки, буквально за 10 минут я начала чувствовать, что у меня давление вниз, то есть прям такое нормальное давление вниз. Я думала, наверное, так схватки ощущаются при эпидуральной анестезии. Вот. Меня спрашивает анестезиолог, что чувствуешь на схватке, я говорю, давление, он говорит, давление где? Я говорю, ну, в промежности. Ага, он так посмотрел и ушел. Через какое-то время я лежу с мужем, хи-хи-хи, ха-ха-ха, и понимая, что на каждой схватке из меня что-то выливается, ну, причем это не вода, это что-то более густое, чем вода. Я говорю мужу, посмотри, пожалуйста, говорю, что там у меня? Он говорит, ну, говорит, как будто кровь. Я думаю, что, что происходит, что со мной? А мне все тяжелее, тяжелее, мне хочется в туалет. Он позвал акушерку, пришла акушерка и говорит, полное раскрытие, скоро будем тушиться. Я понимаю, что всего лишь час-полтора назад у меня было раскрытие четыре пальца. Как каким-то волшебным образом у меня случается полное раскрытие за час, грубо говоря. Я в шоке, естественно, лежу, жду. В общем, она говорит, что через час, ну, мы попробовали потужиться через некоторое время, оказалось рано тужиться, и мне сказали, где-нибудь через час уже будем рожать. И вы знаете, ну, не час, может быть, сорок минут я ждала. Мне было очень тяжело, потому что сдерживать себя это просто невозможно. Это не то, чтобы больно вместе с эпидуралкой. Это просто реально, ты сдерживаешь желание огромное сходить в туалет. Приходит врач и говорит, давай попробуем потужиться. Я потужилась, вытужила, получается, ну, чуть-чуть головку. Мне сказали, поздоровайся. Я поздоровалась со своей лялечкой. Немножко меня это тоже так колыхнуло. И потом, мне говорят, ну, типа, все, будем тужиться скоро. Я лежу и понимаю, что мне вообще невыносимо хочется тужиться, а на схватке так вообще. Врачи начинают одеваться не спеша, там, раскладывать свое оборудование, кресло туда-сюда. Я лежу, и мне просто невыносимо. Я как, знаете, осел из Шрека. Уже можно, уже можно, а сейчас можно, уже можно, ну, пожалуйста, можно, можно. В общем, наступил момент торжественный, когда уже можно было тужиться, и за две или за три потуги я успешно родила свою дочь. И я, конечно, очень сильно старалась. Старалась так, что она у меня прям вылетела, и сразу начала кричать. Она родилась очень такая вся красивенькая, розовенькая, не синяя. Родилась вся в смазке, такая волосатая. В общем, это был действительно самый счастливый момент в моей жизни. Не знала, что так будет. Вот. Который не забывается никогда. Вот. И муж был со мной. И вы знаете, это счастье, когда ты понимаешь, что это же мы вместе проходили весь этот путь. Мы вместе были беременными. Мы вместе продыхивали, проживали схватки. И вот момент, когда ты видишь своего ребенка не одна, а вместе со своим мужем. Он просто бесценный. Вот. И, в общем, дальше начинаются счастье, слезы, радость, фейстайм с мамой. Моя мама, конечно, была в шоке, потому что она не ожидала, что так быстро я рожу. В плане того, что буквально там два часа назад я ей звонила и говорила о том, что я умираю, что мне очень больно. И вот. Вот так. Потом мужа выгнали. Меня там немножко подшили. У меня нет разрывов. Но у меня есть такие косметические небольшие надрывчики. Вот. Но это не страшно. Швы сами рассосутся. Вот. Вышил послед и все такое. Вот. Потом меня погрузили на каталку. Лялечку мою забрали там посмотреть, обследовать. В общем, восемь, семь из восьми по шкале Абгар. И мы родились крепенькие, здоровенькие. И, блин, господи. А потом, когда нас привезли уже в послеродовое отделение, не было места в палатах. Но это нормально для этого роддома. Меня положили в коридоре. Там нормальная кровать, нормальная, как бы, вот это вот корыца, в котором ребенок тоже спит рядом с вами. Я понимала, что я страшно хочу спать. Я просто... У меня кружится голова. Ну, понятное дело, я сутки не спала. И плюс я еще... Ну, и, как бы, потеряешь кровь. И все. И ты устаешь, естественно. Да, и рядом с тобой лежит ребенок, которого ты, ну, пока еще, как бы, ты плохо понимаешь. Ты с ним только знакомишься. Я спросила у медсестера, можно у меня его забрать куда-нибудь. Ну, на одну ночь, чтобы я выспалась. Мне сказали, ну, а куда мы его заберем? Ну, некуда нам его забрать. Как бы, сами как-нибудь. Я очень благодарна им за это, за то, что они оставили меня таки с ребенком. Я помучилась, конечно, но... Все равно это очень большое счастье. Несмотря на то, что ты устаешь очень сильно и очень сильно трудишься. Все равно это просто самое великое счастье, что ли, которое может случиться с женщиной. Вот. И вот сейчас мы уже дома, нам недели или восемь дней. И я вас сейчас познакомлю. Это Ариана Алексеевна, моя дочь. И нам восемь дней от роду. Мы уже держим голову. Причем у нас нет тонуса мышечного. Просто мы держим голову. Вот так. Мы умеем улыбаться. И еще очень интересный факт, что я ем все. Ну, вот практически. Я ем и сладкие торты, кофе каждый день. Я не знаю, там, свеклу, морковку и все такое. Но у нас тут все хорошо. Мы не аллергичные вроде бы. И я очень этому рада. В общем, вот такие пироги. Еще я вам сейчас покажу свой живот. В принципе, я довольна тем, как выглядит мой живот спустя недели после родов. До беременности я весила 61 килограмм. В 40 недель я весила 68 килограмм. А сейчас я вешу 58. То есть, в принципе, у меня ушло ля-ля-ля 10 килограмм примерно. Я благодарю вас всех за просмотр. Я надеюсь, мое видео было для вас интересным. Возможно, я что-то забыла рассказать. Не обязательно расскажу, если вспомню. Всем желаю легких родов. Теперь я понимаю, что это такое. Всем желаю легких родов. Все будет хорошо. И все-таки старайтесь без вмешательства врачей. Уговаривайте свою лялечку. Просите свою лялечку появиться на свет вовремя, в срок, самой. Это, наверное, намного приятнее, чем когда силом заставляют лялечку выйти. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока, до скорой встречи.